Продолжение следует... Новое территориальное деление, новые территориальные единицы. Каждый глава такой территориальной единицы, председатель ОТГ, либо мэры городов, поселков, заботится о своих жителях и защищает их. И Одесса в этом не исключение. В наших школах перегружены, в некоторых школах ведется обучение в три смены. Проанализировав всю эту картину, принимая решение, что же нам делать в этой ситуации. Строить новые школы? Да, мы их будем строить. Строить детские садики? Да, мы это будем делать. Но нам не хватит денег на строительство новых школ и детских садиков, если мы не будем ответственно относиться к защите своих граждан. В принятом законе четко прописано, что первоочередное право устройства в детский сад или школу имеют те, кто проживает в городе непосредственно в близости в этой школе, в этом районе. Я не хотел, я сегодня неоднократно это говорил, чтобы мы не воспринимали эту встречу как какой-то ультиматум Одессы. Ни в коем случае. Я хочу конструктивного диалога и совместного решения данной проблемы, потому что заложниками в этой ситуации остаются дети. Дуже доброе, что сегодня тут смогли поединиться представники майже всех объединенных территориальных громад, которые касаются этой проблемы. Мы уже поднимаем вопрос майже 5 лет, что до необходимости обеспечения детей в области местами для навчания и для выхождения в детских садочках. У нас сьогодні цифры вражающие. 16,5 тисяч детей одесских шкіл та садочков – это мешканцы Одесскої области. З них майже 9 тисяч мешкают, саме мешкают, не просто зареєстровані у прилеглих территориях. Звичайно, для нас было очень важливо за присутностью міського головы, присутностью очильника районной ради, Одесскої районной ради актуалізувати это вопрос. Бо законодательство изменилось. И сегодня одесские заклады освяти, конечно, в первую очередь, мают право и наберут на навчание мешканців саме города Одессы. Поэтому очень сумно, что заручниками цієї ситуации стоят только батьки и дети, потому что люди должны купить доведки про регистрацию, оформлять липовые договоры о ренде. Мы про это сегодня также говорили. Хоча ця функция, обеспечивание места для навчания и охранения детей, является функцией местной влады. Поэтому мы сегодня выработали, на мою думку, механизм. Во-первых, мы актуалізуемо реєстр, потому что для очильников ОТГ было дещо несподіванным почувствовать эти цифры. И даже люди отказываются спрошу приймать эту информацию. Мы, первое, что мы сделаем, мы каждую дитину актуалізуемо, где она самая зареєстрована, для того, чтобы люди, которые керуют певною громадой, мали объективную картину перед очима. По-друге, мы пропонуем тих школ, в которых есть место, это ремонтированные сучасные заклады освяти, которые расположены в приватном секторе города Одессы. И там просто через то, что это невысотная забудительная, есть место, и мы можем там навчать детей. Конечно, необходимо замовляти послугу шкільного автобуса, конечно, необходимо за это сплачевать, но если это делают маленькие селища, я уверена, что мощные ОТГ около города Одессы впораются с этим заданием. Очень приятно, что я почула готовность до співпрации от моих коллег из областных начальников отделов и управления освятия ОТГ, поэтому в ближайшее время эти пункты будут выполнены. Ну и, конечно, мы надеемся с опытом наших коллег, которые уже выполняли механизм взаимодействия, это и Тернополь, и место Киев, и очень надеемся, что и Одессе это удастся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...